Альхамдулилллахи, роббилаламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин Ашрафи Аль Мурсалейн, аля алихи и асхабихи Ачмаайин и баанд. Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракатух. Уважаемые братья и сёстры, уважаемые мусульмане, в первую очередь хочу поздравить вас всех с наступлением этого благословенного, этого благодатного месяца Рабь-Ал-Авваль, в котором родился милость для всех миров наш пророк Мухаммад, который пришел с истиной и наставил всех людей, всех мусульман на истинный путь и разъяснил этот истинный путь. Причиной записи этого видео стало то, что каждый год, когда проходит месяц рождения пророка, месяц Раби'у развязываются языки некоторых людей, которые являются невежественными в вопросах религии, которые не имеют понимания в вопросах религии и воображают в себе какие-то правила, какие-то законы, которых не устанавливали, не устанавливал шариат и не устанавливали ученые, которые нам разъясняют этот шариат. То есть они в вопросах Маулида и в вопросах новшества придумали себе какой-то новый путь, о котором нам не рассказывали ученые. Так как ученые нашей уммы говорят и о Маулиде, и о остальных других новшествах, как о благих новшествах, о хороших новшествах. На самом деле Маулид – это из хороших новшеств, которые не противоречат шариату. Но есть группа людей, которые говорят, что нет таких новшеств, которые не противоречат шариату, что любое новшество, оно противоречит шариату, и это является заблуждением. И всех, кто делает Маулид, они считают заблудшими и считают из обитателей ада. И каждый раз этот вопрос поднимается, и я хотел бы разъяснить позицию ученых Ахлю Сунна Вальджама'а по этому вопросу. Я не хочу сейчас говорить о доводах на дозволенность Маулида. Об этом и так много раз ученые говорили, о том, что в Маулиде, сам Маулид, он в том виде, в котором мы его делаем, он не содержит в себе ничего плохого, то, что не содержит в себе ничего, кроме зикра, ничего, кроме садака, ничего, кроме салавата. И все, объединять все это, хоть даже является новшеством, но оно не противоречит шариату и не противоречит исламу. Я хочу сказать о том, что говорили ученые о новшествах. Делили ли они новшества на несколько видов и вообще, в общем, дозволяли ли Маулид ученые. Сейчас я здесь открыл некоторые слова ученых, которые говорили насчет именно новшеств. Первым, чьи слова хотел бы я привести, это имаму Шафии, наш имам, нашего мазхаба, который является для нас великим имамом, который лучше современных ученых знал, что такое ислам, что является новшеством и что не является новшеством. Имаму Шафии, радия Аллаху анху, он говорит, «Аль-бид'ату-бид'атани. Бид'атун-махмудатун, ва-бид'атун-мазмуматун. Фама-ва-фа-ка-с-сунната, фа-хуа-махмудун, ва-ма-хала-фа-с-сунната, фа-хуа-мазмумун». Бид'а делится на два вида. Есть бид'а, которая похвальна, и есть бид'а, которая порицаема. То, что противоречит сунне, это порицаемо, а то, что соответствует сунне, это похвальна. Почему-то эти слова имама Шафии, они есть в доступе, но на них никто не обращает внимания и почему-то всем всегда мусолят, без конца говорят, вот это бид'а, это бид'а. И люди в наше время стали такими, что вот когда слышат слово бид'а, они уже не различают. Это бид'а хасана или же бид'а тунсайи, а хороший бид'а или плохой бид'а. И все, и начинают остерегаться от бид'ата. И ведь мы знаем, что это не путь ученых, ведь это не мнение ученых, ведь вот это мнение, что любое и любое новшество, оно вводит, приводит к аду, приводит к заблуждению, как они говорят, куллю бид'а тиндалаля, приводят хадис, в котором говорится, что любое новшество это заблуждение. И не смотрят, как его толковали ученые, как на этот счет высказывался имам Навауи, как на этот счет высказывался имам Ибн Хаджар Асгалани, у которых мы берем знания и вводят людей в заблуждение и в неведение. Идем дальше и говорим о том, что сказали другие ученые насчет бид'а. Как, например, имам Газали, рахматуллахи алей, который в своей книге «Ихия улюмуддин» говорит, не является все, что введено, все новое, что ввели, бид'атам, запретным новшеством. Все, что новое, не является запретным. Если не противоречит утвержденной сунни или же какому-то шариатскому делу. Если то, что ввели новое, противоречит какому-то утвержденному Шариатскому мнению или же Сунни, то тогда оно является запретным. А если оно не противоречит, то тогда это новшество не называется запретным. Идем дальше и говорим про ученого, которого называют Султану Аль-Улема. Он был султаном всех ученых. Его так назвали из-за его знаний, из-за его авторитета среди ученых. Что говорят про него? Что он говорит? Он говорит, что бидра делится на обязательный, на запретный, на желательный, на нежелательный и на дозволенный. И дальше он говорит, и как путь в нем, как его определять? Его нужно сравнивать с ахкамами, с решениями шариата. Если оно противоречит решениям шариата, если по шариатскому решению в том новшестве, которое совершают, есть что-то запретное, то оно становится запретным. Если в нем есть что-то желательное, то оно желательное. Если в нем есть что-то обязательное, то оно должно становиться обязательным. Об этом говорит Абдисалям, великий ученый. Имам Навави, рахматуллахи алейхи, говорит, толкуя хадис, в котором пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, Каждое новшество – это заблуждение. Говоря о нем, говорит, ученые сказали, что бидра делится на пять видов – обязательный, желательный, нежелательный, запретный и дозволенный. И дальше он перечисляет, имам Навави перечисляет и говорит, из бидратов, из новшеств, обязательных новшеств, это говорит Назму адиллати мутакаллимина лиррадди алал малахидати. Это, говорит, составление книг учеными, которые специализируются в вероубеждении, науке вероубеждения, Составление ими книг для того, чтобы отвечать заблудчим людям. Вот составлять книги ученым, например, если нет таких книг, если есть много заблудчих людей, и отвечать им, и составлять книги против них, которым опровергаются их убеждения, это является, говорит, обязательным новшеством, которого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и сахабы не делали. Дальше, говорит, из желательных новшеств является, это составление книг, любой книги, или же строение мадарисов, школ, когда вот эти вещи проводишь, им говоришь, что вот строение школ, строение мадарисов, университетов и так далее является из хороших новшеств, они говорят, это дела бытовые, это строение чего-то и так далее, это к нему не относится, а вот имам Нававы говорит, эти строения, книги, вот эти с обложками хорошими листки, это все является, говорит, хорошим новшеством в исламе. Он говорит, что ученые так его проводят. Дальше он говорит, из дозволенных новшеств, это роскошь в еде. То, что во время пророка, саламу алейхи вассалям, и сахабов не было, чрезмерная роскошь в еде, она является новшеством, но оно дозволено. Оно нежелательным тоже не является, желательным тоже не является, дозволенная вещь. А дальше имам Нававы говорит, а недозволенные или же нежелательные новшества, они, говорит, всем известны. Любое дело, в котором есть нежелательность или есть запрет, оно является нежелательным или же незапретным новшеством. И дальше имам Нававы в другом месте своей книги, в шархе, которую он делает на сахиху муслим, толкуя хадис, Тот, кто, вот это хадис пророка, саламу алейхи, в котором говорится, кто введет в исламе, суннатан, какой-то новый путь, что-то новое, хорошее только, ему будет ее воздаяние, и воздаяние тех людей, которые за ним последовали в этом деле. И в этом хадисе, толкуя этот хадис, он говорит, что этот хадис является разъясняющим хадис, в котором говорится, что каждое новшество, это является запретным. И в этом есть, говорит, побуждение на благие дела, и в этом, говорит, когда говорится, что каждое новое, новосознанное новшество, в этом хадисе, имам науэ говорит, этим имеется в виду, нововведенные вещи, ложные и новшества, порицаемые новшества, которые противоречат сунни, которые противоречат шариату. Вот имама науэ позиция. Мы же возвращаемся к имаму науэ, берем, читаем его шарх на сахиху муслим, читаем его книги, возвращаемся к его фикху, мы возвращаемся к его книге сады праведных, переводим его, читаем. Вот этот имам науэ, который все эти труды написал, вот его позиция об этом. Дальше мы говорим, следующий ученый, это великий ученый, которого все признают, его не отрицают, его называют Амиру-ль-Му'минейнафи-Хадис, это Ибн Хаджар Аль-Аскалани. Он что говорит, говоря о новшествах? Он говорит, то, что Умар, радуя Аллаху Анху, сказал, НИМАТИЛ БИДАТУ, какое же прекрасное БИДАА, говоря о намазе, о САЛЯТУ ТАРАВИХ, он говорит, говорит, что то, что говорит, это указывает на то, что есть хорошая БИДАА. То есть, то, что БИДАА, которая идет против СУННЫ, ФАТАКУНУМАЗМУМАТАН, она, говорит, бывает порицаемой. А то, что говорит, входит под какое-то дело, хорошее дело в шариате, ИНКАНАТ, МИМАТАНДАРИДЖУ ТАХТАМУСТАХСАНИНФИ ШАРИ, ФАХИЯ ХАСАНАТУН. Если она входит под что-то прекрасное, под что-то хорошее в шариате, то тогда, говорит, она является хасанатом. Если, говорит, это будет из того, что входит под какую-то нехорошую вещь в шариате, то она, говорит, является запретным. Вот мнение Ибну Хаджара Аскалани. Дальше, Хафиз Ибну Хаджар, также Аскалани, в своей книге ФАТХУЛ БАРИ, в ШАРХИ НАСАХИХУЛ БУХАРИ, он говорит, Все, что не было во время пророка, называется бидатом, все называется. Но из них есть то, что бывает хорошим, и из них, говорит, то, что бывает плохим. Теперь, давайте посмотрим, почему мы вот таких больших ученых мнения отбрасываем. И говорим, что бидат бывает только плохой. Любой бидат, куллю бидатин, в то время, когда мы видим, как имам Навави трактует, толкует, как имам Ибну Хаджар Аскалани, что говорит имам Газали, что говорит Изу Бну Абдисалам, что говорит имаму Шафии, самый великий среди этих перечисленных ученых, который является имамом Мазхаба, который знал шариат лучше всех ученых современных, так скажем, да, который на высоте носит корону ученых, которого признали все ученые мира. Он говорит, что бидат бывает нескольких видов. Почему мы себе позволяем такое небрежное отношение к мнению этих ученых? Почему мы считаем заблудчими тех людей, которые придерживаются их мнения? Это не может возмущать человека, нормального, у которого есть разум. Это не может не возмущать людей, которые изучали какие-то знания. Если у вас недостаточно знаний, уважаемые братья, пойдите, изучайте знания. изучите, что говорят ученые по этому поводу. Ну, это мы, в общем, сейчас говорили о новществах. Уважаемые братья и сестры, все, что я до сих пор проводил, это было по поводу нововведения, бывает ли оно хорошим и плохим. теперь я хотел бы привести слова ученых именно по поводу Маулида. Говорили ли об этом ученые и что они об этом говорили? Теперь мы выяснили, что Маулид является из хороших новществ, потому что об этом говорят ученые нашей умы и дальше мы приведем слова тех же ученых именно об этом Маулиде. Имам Абу Шама, шейху الإмам Ан-Навави, который является шейхом Имама Ан-Навави, Абу Шама, он говорит Самым прекрасным из того, что ввели из нововведений, это то, что делают каждый день, который соответствует дню рождения нашего пророка, саллиллаху алейху алейху ассалям, из садака, из всего благого, из выявления красоты, из украшения домов и радости, вот это все говорит, вместе с тем, что в нем есть, говорит, проявление доброты к бедным людям, оно дает знать, говорит, что у этих людей есть любовь к посланнику Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, и что они возвеличивают его в своих сердцах, и благодарят Всевышнего Аллаха, за то, что он им даровал эту милость, за то, что Аллах послал нашего пророка, саллиллаху алейху ассалям, как милость для миров. Теперь дальше Ибн Джаузи рахмаллаху говорит, мин хаваси аннаху аманун фи заликал'а из особенностей, Маулида, что это, говорит, сохранность для тех людей, кто его сделал в этот год, и радость в этом дунея, Дальше из ученых, которые восхвалили его, также является имам ассуюты рахмаллаху саллиллаху Он говорит, хуа минал бидал хасана тиллати юсабу алейха сахибу это из хороших нововведений за которые получает воздаяние тот, кто делает его совершает его потому что говорит, в этом есть возвеличивание пророка саллиллаху алейхи если вернуться в эти книги если посмотреть в них Дальше мы приведем здесь много ученых самых известных которых вы часто слышите это следующий ученый который мы приведем это Аль-Хафиз Ираки рахмаллаху он говорит брать этот говорит день как праздник для себя кормить в этот день то есть в любой день кормить людей это является благим но как же будет если к этому еще присоединить радость что в этот месяц появился свет пророк Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям то есть кормить людей это всегда хорошо но как же будет если к этому присоединить еще радость того что пророк саллиллаху алейхи вассалям родился и он он говорит дальше не имеется ввиду что если она является бидатом это не означает что это является нежелательным сколько же есть очень много есть новшеств которые являются желательными а иногда они даже бывают обязательными это слова хафиза ирак дальше говорим следующий у нас это ибн хаджар о котором мы говорили и выражение которого мы приводили в пользу того что бидра бывает и хорошим и плохим ибн хаджар о хаджар говорит основой то что люди делают маулит это говорит его основа это новшество то есть оно является новшеством которое не приведено ни от кого из салафу салих из трех веков да ни от кого не приведено но он говорит она говорит вместе с этим охватывает хорошие дела и плохие дела тоже то есть некоторые люди завершая маулит делают какие-то нехорошие дела тоже могут в него вводить тот кто преследует делая этот маулит благо тот кто хочет делать благое и остерегается от того что против плохого от его противоположности это будет хороший бидр если нет если он какие-то свои плохие цели преследует это будет плохим бидр и мы также говорим если в совершении маулида есть какие-то плохие дела смещание полов например и например чрезмерные затраты для этого который человек не может осилить и так далее возлагает на себя какие-то сложности делая маулид мы говорим что это будет для него запретным что это в таком виде его делать нельзя вот и в общем имам ибн хаджар асхаля немного говорит об этом у него но в общем цель что если ты хорошие цели преследуешь смысл его слов то значит этот маулид он является дозволенным из ученых ханафитского мазаба имну абидин говорит и лам ты знай анна ман минал беда и махмудати что из бидатов восхваляемых бидатов это делание совершения мавлида почтенного в месяц в котором пророк саллиллах алейху ассаллим вот он тоже восхвалил маулид пророка саллиллах алейху ассаллима и сказал что вот этот маулид пророка санлиллах самым лучшим бидатом из бидатов восхваляемых бидатов это бида совершения маулида пророка саллиллах алейху ассаллим ибн абидин это те люди которые изучают ханафитский мазаб они знают что это известные ученые дальше я не буду даже читать то, что говорили ученые, современники и так далее. И в конце этого всего я привел вот этих ученых, и каждый должен понять, что тот, кто идет против них, тот, кто говорит то, что они не говорили, и хочет навязать людям какие-то новые мысли, новые понимания сунны пророка Салаваса, новое понимание новшеств, то этот человек совершает очень большую ошибку и упорствует в своем заблуждении, ему надо прекратить это делать. Потому что мы должны людям говорить то, что говорят ученые, говорить их мнение. Если даже какой-то ученый будет говорить против этого, то это вопрос, в котором может быть у них ичтихат. Кто-то это посчитал бид'атан и сказал, что есть бид'а хорошая, а кто-то сказал, что есть плохая бид'а и только. Но те люди, которые сказали о том, что есть хорошая бид'а, что бид'а делится на несколько видов, на хорошую и на плохую, это люди, великие ученые нашей уммы, без которых мы бы сейчас не знали религию так, как мы его знаем сейчас. На это надо обращать внимание. Еще на что хотел бы обратить внимание. Это слова Ибну Таймии, которого я часто много смотрел на разных сайтах именно тех людей, противников Маулида. Когда у них спрашивают, правда ли, что Ибну Таймия высказался хорошо о Маулиде, они начинают говорить, его слова толковать, начинают говорить, вот Ибну Таймия сказал о невежественных людях, о людях, которые не знают о запретности и так далее. Читаем слова Ибну Таймия и прямо переводим, будем прямо брать смысл, что он сказал о Маулиде. Ибну Таймия говорит. Его некоторые люди делают, некоторые не делают, некоторые делают. Ибну Таймия говорит. Маулид, возвеличивают Маулид, день рождения пророка, и берут его как праздник. И это делают некоторые люди. Ибну Таймия не сказал, что этого делают невежественные люди, как некоторые трактуют. Вы часто можете это увидеть. Вот они толкуют, говорят. Он сказал, некоторые его люди, я видел от них так называемых ученых, которые говорят, его делают некоторые люди, но за то, что они его делают, им хорошее воздаяние будет. То есть, он здесь не говорит, что это запретно. Он говорит, его делают некоторые люди, и им будет великое воздаяние. Аджрон азимун. Великое воздаяние. Он не говорит, ну, возможно, за их хороший неяд. Как некоторые хотят преподнести. Он говорит, имеет в виду, что у них за то, что хороший неяд есть, возвеличить пророка, за это будет воздаяние. Если человек делает запретное, запретное с целью возвеличить пророка, например, с хорошей целью, плохое делает, за это ему воздаяние как может быть? Если человек делает запретное, заблуждение делает с хорошей целью. Здесь Ибн Таймия говорит, за хорошую его цель, за хорошее его намерение, за возвеличивание пророка, ему будет, говорит, великая награда. Вот эти его слова. Вот что он сказал об этом. Здесь не говорится, он знающий человек, он не знающий человек, он там такой, он сикой. Здесь ничего не говорится. Здесь прямо говорится. Некоторые люди его делают, и им за это есть великое вознаграждение. За хорошее намерение и за возвеличивание пророка, значит, в маулиде, когда человек делает маулид, Ибн Таймия признает, что человек, который делает маулид, он возвеличивает пророка, саллаху асалям. Оставьте людей, которые возвеличивают пророка Не трогайте их, не мешайте им Они проявляют свою любовь пророку Они проявляют свои желания И ученые им не противостояли И не порицали их Покажите ученых Раньше, когда ученые говорили что-то Есть другие ученые, которые делали им рад Которые опровергали их Кто из ученых опровергал Ибн Хаджар Ас-Калани Из его современников Кто из ученых опровергал Абушамата Или других ученых Приведите, пожалуйста, их, если есть те, которые опровергали Хоть даже опровергали Это было бы просто разногласием И каждый имеет право взять это мнение И те другие опровержения Не стоили бы ничего По сравнению с тем, со словами, например, Ибн Хаджар Ас-Калани Который лучше всех знал религию Когда эти вопросы обсуждаю в интернете Часто вижу Когда говорят Правда ли, что Ибн Хаджар Ас-Калани сказал Про бид'а вот так-то Эти ученые не могут просто Да, это правда Из его книги это есть Они не так говорят Они начинают говорить Мы должны знать Что основой в шариате является Кур'ан И калам Аллаха И сунна пророка Саллиллаху алейху ас-саляма И так далее И так далее Начинают говорить Те вещи Разве их не знал Ибн Хаджар Ас-Калани? Разве не знал, что является основой в шариате? Знал, конечно Исходя из своих знаний Сказал эти слова И вы хоть соберетесь тысячами Сотнями Против вот этих ученых Вы не будете стоить даже пылинки По сравнению с ними Потому что эти люди Которые оставили великое наследие Которые превзошли остальных Своими знаниями А нам нужно всего лишь признать Их величие, их слова Их понимание Их видение этого вопроса Не нужно порицать людей Которые поминают Аллаха и его посланника Не нужно порицать людей Которые делают садака Не нужно порицать людей Которые делают зикр Не нужно порицать людей Которые делают салават Это нехорошим закончится Для вас Для тех, кто порицает И мое обращение К обычным людям К мусульманам Которые делали маулид Совершали его Собирались для маулида Восхваляли пророка Саллиллаху алейхи вассалям Продолжайте в том же духе Делайте еще больше Пусть в каждом доме будет маулид Пусть на каждой улице будет маулид Пусть везде будет восхваление пророка Саллиллаху алейхи вассалям И иншаллах За эти наши благие намерения За эти благие наши дела Нам Аллах даст воздаяние Об этом нам говорят наши ученые Пусть Всевышний Аллах Даст нам возможность Следовать истине Видеть ее истиной Остерегаться лжи Однаговора некоторых людей И остерегаться от этой лжи Пусть Всевышний Аллах Нас всех наставит Вассаламу алейкум Ва рахмату Аллахи ва баракатуху Субтитры создавал DimaTorzok